Аллилуйя! Класс! Дождались. Правда, не знаю, кто сейчас подключится, но я очень договорил, короче, в первой части, что в 6 утра, что вот-вот кифа будет уже, вот-вот кифа уже где-то на подъездах. Вот, слава Богу. Так что вот так вот, Бог усмотрел, ну, я так понимаю, уже в записи посмотрите, друзья, вот, кто подключится, кто подключится уже, вот, и причастие тела и крови Иисуса Христа, как раз об этом размышляли, братья писали, слава Богу, классно. Тело Христа – это ты и я. Тело Христа – это не просто даже. Вот, и по поводу слова тоже, как раз, вот, поделился, о чем на соборе так говорили, да, значит, помнишь, что, значит, что просто у людей многих ассоциация такая от Слова Божьего, значит, это, ну, там, Коран, Библия, там, Священные Писания, книги такие вот такие. То есть у людей, вот, с кем общаешься, допустим, с мусульманом общаешься, они говорят, ой, ну, это Коран, да, значит, здесь брал, хлеб брал, вот эти вот таджики, в Узбеке здесь выпекают хлеб. Вот, я им говорю о Библии, значит, ну, говорю, ну, в принципе, Божье Слово, на самом-то деле, это вот, действительно, это личность откровения Нового Завета, вот, что это личность, что это не просто даже записанное Слово, не просто даже это прокремевшее Слово. Даже в еврейской традиции, даже изначально уже, как бы, шла речь о том, что это будет, что Слово Бога, это сверхъестественная вещь, оно не вмещается просто в этот мир тварный даже, оно вместилось, да, черным пламенем, по белому пламени, такое есть выражение. А еще, когда скрижали были несены, тоже, значит, евреи в это верят все, что, значит, что сами буквы, они сверхъестественно держались вот в этих прорезях, потом, каменных прорезях, то есть это было знаком того, что Слово Божье, оно сверхъестественно, оно неестественно, оно сверхъестественно, вот, а откровение Нового Завета, что это есть личность вообще, это есть личность Машех, Христа. Все эти вещи, все равно прообразы. Да, получается. Все это, по ходу, прообразы, то есть, весь еврейский, жизнь еврейского народа прообраз. Ну да, ну все, что в Библии описано, как раз, да, история. Все, все моменты прообразы настоящего. Да. И Иисус дает нам тоже прообразы. Даже причастие, да, отчасти это прообраз, отчасти это, как бы, реальность, но все равно это, это, ну, это отображение духовной реальности. Ага. То есть, принимаем, мы принимаем не тело, ну, и, да, хлеб и вино. Да. Мы его принимаем. Его сло. Его тело, его кровь. Да. То есть, это мы принимаем, ну, в пользу его, в пользу его. Да, 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 то есть, и соединяемся с ним вместе, в этом, в этом. И, то есть, физическое, оно, 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 оно тень духовной реальности. И по физическому, немножечко о духовном судить, ну, как о тени судить обо мне. Ну да. И просто парадокс, парадокс получается, почему я вот, как раз я хотел сказать, что простые слова сами по себе, вот наши физические слова, они несовершенны. Да. Они не могут выразить ту суть, даже вот мы с тобой общаемся, там нас видят, да. Люди воспринимают 70% всего. Это в лучшем случае, это очень хорошо даже сказать. То есть, 30% это только слова. А все остальное это жесты, мимика, взгляд. Вот все, невербальные вещи. Да, да. То есть, информация, информацию они воспринимают эмоционально, все эти, тон голоса, да, все. Но слова, информацию словами лишь 30%. Вау. Угу. И как-то оно получается интересно, что выставлять слово, вот несовершенное, это одна из частей. Угу. Понимаешь? Да. Восприятие, как все, и придираться к словам. Да, ловить на слове, как вот. Да, да, да. Вот ты сказал, ты сказал, да, ты обещал там. Ну, вот именно, и вот это как раз узкое понимание духовное. Это сектантское понимание такое, на самом деле. Узкое понимание. Да, ну, мыслить вот этими категориями, вот загнать себя в рамки, да. Ну, если говорить уже по Библии, знаете, в Библии нет унитаза. Ну, да, хотя бы даже так. И туалетной бумаги. Там с лопаткой надо ходить. Вообще. Ну, да. Например. Ну, да, хотя бы даже так, да. Да много чего нет. Да. Особенно в нашей... Камеры нету. Ничего так нет. Сто процентов, да. Интернета нету вообще. И... Ну, можно, конечно, можно подчинить себя четко, но подчинить нужно себя духу. И об этом как раз в Библии и говорится, что не придираться, не заниматься буквоедством, что буква сама по себе убивает. Иисуса как раз и подлавливали, те, кто занимался буквоедством, как раз его и подлавливали, и в конце концов поубили его даже. Они же ненавидели его именно. Вот это да, да. И это начало вражды с Богом. На самом-то деле. Ну, да, как ни странно. Вот. А переключиться на реальность, о чем Библия как раз и говорит. Угу. То есть, вот сколько я вот реально смотрю, Петр, Павел, Иаков даже. Угу. Делайте какие-то вещи до тех пор, пока не познаете. Угу. Тогда дальше познание поведет вас. Да. То есть, даже вот читал утром, да, вот-вот, поступайте так, да, вот, обращайтесь к вершине. К верному пророческому слову. Да. Доколе не взойдет в сердца ваша звезда, это да. Утренняя звезда. Да. То есть, а дальше за звездой последуйте. Да, дальше уже, да. Как мудрецы. Да. У них не было написано. Да. Ну, как и изначально так. Да. Изначально так. Как изначально, действительно. То есть, суть Нового Завета, напишу свой закон на сердцах ваших. Да. И тут, действительно, должна вскрыться совесть и пойти за совестью. Совесть должна быть очистена, и мы пойти за совестью. Это важнейший внутренний показатель, а не, как бы, ну... То есть, вот в том-то и получается, то есть, что мы пытаемся, мы читаем, не понимаем, что там написано о внутренней жизни. Угу. Что вначале вникай в себя, а потом уже в Писание. Да. Да. И не имея отображения, даже вот вникай в себя и в Писание, да, после этого, мы смотрим на Христа, как в зеркало. Угу. То есть, мы видим себя, мы рассматриваем себя и преображаемся. Угу. Взирая на славу Божью. Да. То есть, вот, вот, вот эта реальность, это духовная реальность. И мы потихонечку, основываясь на духовной реальности, а не на ограниченных словах, преображаемся в духовную реальность. Угу. Ну да. И как бы, ну, я как отец своего, ну, это немножко тоже, тема может так немного затронуть некоторых, что я как отец воспитываю своих детей, для того, чтобы они не спрашивали, что делать. Ну да. По любому поводу, да, чтобы папа как то, папа как то. Да, можно мне в туалет задать? Да, 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 можно, да, потому что ты уже взрослый человек. Вот. Это уже несчастье уже. А чтобы они понимали, что я хочу, как бы я видел, и чтобы поступали, соответственно, со своим видением. Да. Именно этим они могут или прославить, или опозорить отца. Ну да, да. Вот. И это уровень зрелости, как бы, ну, такой, когда внутренний у тебя водитель. Угу. Ну да. И почему-то, я не знаю почему, вот когда даже вот тогда начиналось, вот-вот осмеливался, да, пойти за волосом. Ага. Осмеливался все-таки двинуться еще в католической церкви, знаешь. Да. Со всеми этими правилами, все по Библии. Угу. Абсолютно все по Библии. Ага. Ну да, все можно объяснить Библией. Вот. В принципе, да. Так и есть. И, ну, даже реально объяснение, что мы не поклоняемся, ну, не поклоняемся, а почитаем Марию. Марию, и иконы, и все-все эти прообразы с нормальным объяснением. Ага. Ну, один пользуется во благо, а другой смотрит, и культ у него возникает. Вот. Начинает просто повторять. Угу. Культ возникает из повторения, получается, да? Внешнего. Просто берешь внешние атрибуты, начинаешь повторять. Копирующих, да. Пытаешься, пытаешься добиться того же, что добился кто-то. Ну, да. Вот. А... И вот тогда, тогда действительно было страшно. Реально было страшно. Но как только вот-вот читал, 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 а оно тебе говорит, повел их дух. И пошли за духом. И дух их остановил. И там еще что-то дух наставил. Ой, стоп. Так мне нужен тот, кто меня остановит, или поведет, или наставит. Ну, да. И я просто, ну, закрыл на некоторое время. Ага. И поднимаю руки, говорю, дух веди. И шаг за шагом, шаг за шагом было страшно. Реально было страшно. А после этого я начинаю, когда начал идти, когда начал слышать, когда начал, он вскрывать в меня все мои страхи, все мои вещи, оно моментально начало просто вскрываться. И у меня выбор, или переступить через это и действительно пойти, или остаться в своих страхах, непонятных, незнаниях и так далее. То есть, Иисус предлагает, пошли, куда? И он молчит. Он не говорит, куда. Ну да. Но рука дальше подтянута и ни слова. И он будет ждать. Любишь меня, пошли. Да, ну реально, пошли. Куда это уже не важно. Главное с тобой. И вот эти все мои личные вещи, да, у меня или остаться в этом, и отклонить это предложение, или принять его. Тем самым поверим ему. Ну да, вера в этом как раз. В этом как раз и проявление веры нашей, настоящее проявление. Да, да, настоящая вера. То есть, делаем шаг веры. И после этого, да, мы начали идти. Уже начали идти. Уже не важно куда, но походу можем уже и поговорить. А собственно, куда мы идем? И тут абсолютно нормальный разговор, но уже на пути. А не перед этим, типа, ты скажи, а я решу. Ну да. Это когда Израиль тоже, допустим, через это, Иордан переходил тоже, да, значит. Вот он не расступался. Вот они шли, шли. И пока вот уже, вот кромка, уже вступили уже. Вот вода. Только тогда чудо произошло. Да, они ступали и перед ногами. Если хотя бы метров за 50 хотя бы до этого, то как-то уже легче было дальше. Сто процентов. А это идти и понимать, что вот ты идешь сейчас в воду, но куда? Потонуть что ли нам сейчас всем здесь? А вода раступилась. А вот в этом как раз и суть. То есть не задавать лишних вопросов, не перепроверять, как все сверяете. Ага. Я понимаю, отчего эта фраза возникла. Из-за кучи ересей и кучи всего остального. Ну да, да. И попытка обезопасить. Исторически это все объяснимо. Да. И я понимаю, но иногда попытка обезопасить, это все равно неверие. Ну да, да. Потому что ты не избежишь прыжка. Он сейчас вместе с водой и ребенка еще выплеснулся. Да, да, да. Ты не избежишь прыжка в неизвестное. Шагом в пропасть ты не избежишь на своем пути именно веры. Но потом, открывая, после того как оставил читать, оставил, начал просто молиться. Дух веди куда угодно. Делай что хочешь. Потом начинаю читать. И я читаю как апостолов дух. Вел точно так же, как уже реально ведет меня. То есть со мной это уже реально случалось вне прочитанного. А после этого я читаю и чувствую, просто нюхом, да, чую тот же почерк. Да. Тот же вот, ну, вот это он просто. Он, как он меня ведет, точно так же вел и Павла, и Иоанну показывал и все остальное. То, что было там у Иоанна видение, я понимаю, оно изнутра. Все точно так же, как у меня идет изнутра. То есть и вот это уже реальность. Реальность того же Духа Святого, да, тоже погружение, тоже общение. Вот так вот. Вот, и поэтому там и сказано, что я создам церковь мою, да, и врата ада не одолеют ее, или там в буквальном переводе не устоят перед ней. Вот именно вот такая церковь. Именно церковь, именно, ну, цивилинные, идущие за Богом, их Боги. Они просто формально себя ограживающие, как бы, ограждающие, администрирующие себя. Да, я понимаю, пасторов, это опасный путь, да. Ну да, риск. Риск и так далее. Возрастает сразу. Но по идее, по идее у нас всех рождаются дети. И по-любому риск, потому что они начинают возрастать, они начинают общаться со сверстниками, они начинают жить и видеть другую жизнь, чем ты им преподносишь. И это такой же риск, но это не означает, что не надо их никуда пускать. Если человек хочет себя обезопасить от риска, то он и не женится никогда, и не родит детей, и вообще из дома даже не выйдет вообще, да, он будет больным человеком, он будет жить в эти страхи. А все в этом мире построено на риске таком, да, значит, на вере, по сути, на вере, доверие и вере. А умение здравое, все, что я могу передать детям, реально здравое умение рисковать. Да. И идти вперед, не бояться. Да. Пробовать. Да. И в этом отцовстве как раз, да. Ну, я могу их поправлять на этой руке, это тоже здравое отцовство, и помогать в этом. Но не обезопасивать. Вот, вчера с пастором Лидаром вечером мы общались, вот, тоже, примерно на эту тему тоже, значит, я говорю, что тоже, вот, риск есть определенный. Мы так договорились, что, о том, что, значит, вот, и мне, и ему очень нравится принцип вот старой синагоги, вот, именно, как синагогальное устройство древнего мира, Израиля. И сохраняющийся, сохраняющийся, в принципе, больше или меньше, вот, до недавнего времени. Вот, значит, и этот принцип я очень хочу тоже, вот, у нас в церкви, ну, использовать. Допустим, новые люди пришли какие-то, да, значит, там, или кто, у кого есть слово, из верных, ну, и уже знающих, кого-то знаешь, пожалуйста, говори слово. Вот, значит, а прочие рассуждают, да, пророчествую, пророчествую, значит, там, первый раз человек пришел, вот, значит, порой пожел, вот, допустим, на соборе, да, допустим, я дал слово, там, женщина попросила слово, значит, да, значит, вроде как бы о медицине, что-то еще там. Но я понял, что это не то совсем говорится. Вот, риск всегда есть такой, значит, доверяя слово людям с улицы, как говорится, да, вот, но, с другой стороны, это учит нас не быть сектантами, тоже риск, но он способствует, ну, вот, толкает церковь к развитию, вот, рассуждению такому, чтобы не были сектантами мы, отделенными, как бы, от всего. Вот, интересно, и риск веру, он всегда, да, но он, кто не рискует, тот и не верующий, по сути. Да, с Иисусом, я когда-то тоже говорил, Боже мой, душа, это же неприятно, это больно, но как так, каждый раз бросаться в незнание, непонятки, каждый раз, как бы, в неизвестность, да, в неизвестность, да, в неизвестность, перед тобой, и Иисус тебя толкает делать шаг, ну, да, и под твоими ногами какая-то ступенька образуется, до этого ты ее не видел, ты просто прыгаешь в пропасть, для твоей глаз, для твоего, но, но в том-то и прикол, что Адам стал заложником своих органов чувств, да, да, отпал, да, от, от духовного, благодати ты, да, да, то есть и стал заложником то, что он видит, чувствует, понимает, то есть его мировоззрение, да, далее формировалось, и мы родились с этим, что все наше мировоззрение, то, что мы видим, слышим, чувствуем, воспринимаем, но не на основании духовной реальности. И в результате, да, то есть духовная реальность становится какой-то теорией, да, неосвязаемой, облачками такими, да, и очень часто просто, как бы, не став реальностью, начинает воевать с нашей реальностью, мы уходим вообще от реальности, это клинические случаи, я стою в вере, я стою в вере, и о таких писали, там, и детям кушать не давал, я стоял в вере, и еще-то, еще там, и закончилось это все реально плачевно. А вот на фейсбуке было, тоже, наверное, видел, там показывали, там, взяли кадры, значит, записи со служения, не тогда внешнее служение было, значит, один пастор играл со змеями в Штатах, в Америке, брал гремучих змей, что-то еще, и он считал, что, значит, что даже если она меня укусит, я не буду вращаться в медицину, потому что я знаю, что, значит, меня Бог изделяет, и все, значит, и я стою в вере, я беру змею и показываю, он берет там змею, там люди в ужасе, а, вот смотрите, неверующие, вот я вот так. А потом он, ну, его ужалили змеи, и он умер, короче, значит, там, вот, и, то есть, опять-таки, вот такой фанатизм получается, когда не доверяешь реальности Бога. Тут, тут грань эта тонкая, знаешь, смотри, даже Захария и Мария, да, тот же вопрос, по чем мне знать? Ну да, да. Одному, говорит, из-за того, что ты не поверишь, ты анимеешь, а Мария объяснил. Одна и та же фраза, дьявол выйди вон, и дьявол выйди вон. В одном случае он с криком выходит, в другом случае на тебя еще и набрасывается. А в третьем еще вопросы задают. Нет, понимаешь, да? Ну да, да, да. И слово одно и то же. Ну да. Но внутренняя суть совсем другая. Да, зависит от нашей внутренней сути еще. И вот это решающее, на самом-то деле. И тут точно так же, шаги может быть, и мама Тереза говорила, что иногда огромная любовь выглядит как изнурительный труд. Но основание у них совсем другое. Ну да. В любви это тебя несет что-то делать, и ты действительно... А без любви ты просто себя изнуряешь, ты убиваешься. И в этом случае одно и то же действие животворит, в этом случае убивает тебя, тебя и другим пользу тебя дает. Ну да. Одно и то же действие, абсолютно. И вот, 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 а Бог смотрит в сердце. И если это из сердца, по-настоящему этот шаг, это да. А если кто-то тебе сказал, я решил попробовать, это не сработает. Ну да. И точно так же, с одной стороны, да, он умножил хлеба, потому что голодны были. Да. С другой стороны, говорит, не искушай Господу Богу тебя. Угу, да. И не хлебом единым. Да, да. Вот. И, ну, как бы, он являл себя, да, с одной стороны. С другой стороны, отказался явить себя, говорит, не искушай Господу. Угу. Да. С одной стороны, он умножал хлеба и кормил голодных. С другой стороны, когда было предложение, ну, ты же голоден. Угу. Ну, говорит, не хлебом единым. Ну, то же самое, да. Вот, вчера читал как раз, вот, в 17 главе, значит, вот, Матфея, это, о преображении. А глава раньше, 16-е, начинается от того, что, значит, что его искушали, значит, дать знамение, показать знамение. И он говорит, что рот лукавый, не даст вам знамение, все. А в следующей главе он показывает знамение ученикам о своем. Да. Да, пожалуйста. И, значит, здесь не покажу знамение, а здесь покажу знамение. Да. Вот так вот. Да. Таких много вещей. И это, это логика не понять. Человеческая логика. Человеческая логика. Человеческая логика не понять. Да. И действительно, правые атеисты, которые тыкают, что там нелогично, там много, как это правильно, ну, по-человечески, да, непоняток и так далее. И много таких. И пойдет народ на народ, и царство на царство, и будут лады, и будут моры. Но, по идее, из Исаии, да, написано, что в это время не пойдет народ на народ, и будет царство на царство, и будет мир, и будет достаток. Да, да, да. Казалось бы, противоречие. Полное вообще противоречие. Несовместимые вещи по-человечески, да. Да. С одной стороны, не убей. Да. С другой стороны, вырежь их всех, и женщин, и детей, и скот. Вот, ну да. В нашем бытии, очень ограниченном, земном, да, значит, Божье слово воспринимается вот или так, или так. Цадиков этих, древних еврейских мудрецов спрашивали, вопрос задали мудрецам этим, двух школ этих богословских, значит, все предопределено, или же есть выбор. Они рассуждали, 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 потом дали ответ. Все предопределено, и есть выбор. Так интересно, не или, а в вопросе звучало или, а ответ был и. И есть выбор. Много реальности, значит, вот даже сегодняшнего дня, есть много реальности этого дня. Вот какая из этих реальностей станет реальностью, в этой реальности есть выбор человеческий. Сегодня, допустим, к примеру, да, вот Киф сейчас со мной, да, ехал в блаблакар, значит, да, значит, попутной машиной. Были другие реальности еще, которые могли осуществиться тоже в этот же час, в эту же ночь, допустим, да, но осуществилась именно вот та реальность, что осуществилась. То же самое сейчас, есть разные реальности, которые могут осуществиться, и они все реальные. Поэтому, действительно, все предопределено, и есть выбор. Интересно. И самое простое, по идее, в этой ситуации, перестать заниматься ментальным, скажем так, анонизмом. Да. Пытаться, да, по своему муну. Удовлетворить себя через мозг. Да, да, да. И успокоиться. Получается, да. И начать вникать в нутро свое. И позволить Богу там жить. Он не здесь хочет жить. Он здесь. Но мозгом, нашим сознанием, мы можем согласиться, что он хочет жить здесь. И позволить этому месту руководить собой. То есть, это мы можем сделать умом. Да, да. Признать Его Господом, это от ума. Это решение, это осознание. Да, да, да. Все хорошо к месту. Все хорошо, когда оно есть. То есть, и тут, это что курица или яйцо. Мы решаем, или Он. Да, да. Иисус, с одной стороны, говорит, не вы меня выбрали, но я вас вообще. Да, да. С другой стороны, никто не придет ко мне, как отец не приведет. Да. Острейте ее, а вы не хотите вообще отойти. И призывает нас, да. Да, и Он призывает, и Он не препятствует отойти. Да. И как бы и свободная воля, и говорит, тут же нету, и вот, ну... А зачем учиться в этом всем? Угу. Действительно, что первое, да? Его призыв, Он меня позвал, или я ответил на этот призыв, и я сказал, Иисус мой Господь. Какая разница, что первее, оно должно синхронно просто быть. Угу. И все. Или я сказал, ничего не чувствуя, или что-то почувствовал, что-то дернулось, потом я сказал. Но это сути не меняет просто. Результат один, я согласился с этим внутром. Или я вначале согласился, а потом внутро открыл. Или наоборот. Ну, по идее, не суть. И вот тут точно так же. Разбираться. И вот из-за того, что действительно Божий мир, он более реальный, я вот говорю, когда соприкоснулся с этим миром, впервые, вот еще подросткам, вот до сих пор, вот это послевкусие, оно и есть. Вот, значит, и вот сохраняется. Иногда вспоминается, иногда так, притупляется это воспоминание. Но вот я помню, мне еще не было 13 лет, значит, когда это произошло, но, то есть я умер, да, и оказался вот перед Богом. Но самое интересное, это не было нереальным, как бы, или полуреальным. Это более реальное состояние, чем вот то, что сейчас происходит здесь. Вот. То есть, как бы, у меня было такое чувство, да, что как будто я проспал вот 13 лет своей жизни, и вот, наконец-то, я проснулся. Наконец-то, вот, у меня был хороший сон, неплохой такой, у меня, ну, нормально все было, да, но вот теперь, наконец-то, вот я в настоящей реальности. Оригинал. Вот есть, допустим, у художников, да, есть репродукции, да, картин, а есть сама картина, оригинальная картина. Вот, и вот здесь мы как будто вот репродукции, знаете, вот, хорошие, плохие, но есть оригинал. Вот, и он более реальный мир. В том мире я мог бы, допустим, столик, смотри, что Кучинил здесь устроил, насквозь-то пройти, допустим, или стул там этот, вот не потому, что я нереальный, а потому что, на самом деле, это не такое реальное. И вот сверхъестественное, что воспринимается людьми, как сверхъестественное нами, да, на самом деле это естественное состояние, ну, в настоящем мире. А в нашем этом, он, все эти моменты кажутся сверхъестественными. Вот, и наоборот, то, что у нас кажется естественным здесь, на Земле, в божественном мире, как правило, это воспринимательное как неестественное. И вот из-за этого, допустим, в том мире, где я был тогда, в 13 лет, я реально видел свою жизнь, но совсем другое. Это как, допустим, увидеть негатив или в другой цифровой гамме совершенно картину увидеть. Допустим, вот там, допустим, вот стакан беру, да, например, воды, допустим, стакан, да, вот там как будто бы я это, наоборот, теряю и, наоборот, даю, там как будто бы я получаю, наоборот, я это. То есть, как бы как зазеркалье. Но самое интересное, буквально с первых же вот этих секунд, как бы, да, минут там пребывания, я сразу начинал понимать, что это как раз нормальное состояние. А вот то, что я знал раньше, как вот нормальность, это была ненормальность, на самом деле. Вот. А вот перед Богом это вот настоящая нормальность, настоящая реальность. Вот. И сейчас, конечно, прошли годы, и по-другому воспринимаются многие вещи, но я знаю одно, что вот есть реальный мир, реальный. Наш, он не такой реальный, он тоже реальный, тоже благословенный, тоже хороший. И во многом здесь есть много очень своих плюсов, конечно, в этом мире. Вот, значит, много есть своих особенностей в этом мире, своих изюминок в этом мире, но я при всем при этом, при всем уважении к этому миру, я знаю, что есть более реальный, намного более реальный мир, где все правдушное, где все оригинальное, настоящее, не по наружку. Вот. И даже для меня причастие, это вот, ну не знаю, соприкосновение этих миров. Это соприкосновение не просто, даже, вот именно как проникновение этого реального мира, настоящего, в нашу реальность. Проникновение, да, Николай Егоров, да, доброе утро, братья, слава Богу, доброе утро, Николай. У нас была утренняя молитва, кто подключался на утренней молитве, вот я говорил, что кифа будет, но вот сразу после утренней молитвы вдруг раз звонок и слава Богу, кифа. Спасибо Богу за брата возлюбленного. Сверх естественно, Бог так вообще сводит людей, пути, людей пересекаются вообще. Это, это, это просто действительно сверх естественно. Ну, а на самом деле в Божьем мире это естественно как раз. Вот. А вот когда не пересекаются пути человеческие, это как раз неестественно в Божественном мире, в настоящем Божественном мире. Вот так вот. Так что, о, спасибо тебе Господь. И у нас сегодня здесь сделаем хлебопреломление вместе с кифой, потому что, потому что, хочу, вот, паки-паки, что называется, снова и снова порассуждать о теле и крови. И это таинство, которое, ну, в разных религиях есть разное таинство, да, в разных традициях, в разных церквях там, разное таинство есть, разное понимание таинство, там, присуществление, присуществление, но все равно нашим ограниченным мышлением, это попытка богословия, как правило, да, это попытка нашим ограниченным мышлением, нашего земного измерения бытия, да, необъятное и многомерное, да, больших измерений попытаться объяснить. Ну, это как бы, как Хаджана Средин говорил, сколько ни говори, халва-халва, во рту сладко не станет. Все равно, он, японцы делали эксперимент, значит, у них это, как бы, как считается новое теперь достижение, там, в науке и технике, что называется, вот, голограммы эти все, да, значит, они добились такого удивительного результата, что значит, что голограмму можно пощупать теперь, то есть ее воспринимаешь, как будто бы реальный объект, ну, правда, если из зоны-то видишь, то уже она исчезнет, это изображение, но реально люди брали, там делали опыт с клубникой, изображение клубники висящей, брали и все признавались, да, они ощущали фактуру, значит, ощущали именно органами, своими пальцами своими чувствовали, да, физически, но, а дальше было самое интересное, вот, и самое удивительное, пробовать на вкус ее, вот, и специально взяли людей очень разных, вот, а потом их ощущения, вот, добились ощущения вкуса клубники, но самое интересное, те, кто ел клубнику в своей жизни, и не раз, да, у всех был вкус клубники, но те, кто ни разу не пробовал клубнику, значит, специально взяли таких людей, не ел никогда в жизни клубнику, они не могли описать, и у них был вкус неопределенный, и потом давали настоящую клубнику, они говорят, нет, другой вкус какой-то, то есть, у них не было ассоциаций никаких, вот, люди достигают порой таких удивительных вещей, сейчас в науке и технике, да, мы живем на пороге таких, огромных таких революций технических, научных, но, но самое интересное в том, что все равно даже, вот, вот, восхищаясь сейчас такими достижениями науки и техники, да, все равно понимаем, что божественный мир, он еще более удивительный, он намного более шире, огромней, и много измерений этих, но как передать это все, вот, человеку, самое интересное, да, включаем разум, да, позволяем разумом, даем, мне понадобится команда, да, вот такая, что, да, я соглашаюсь с этим, я принимаю Христа, вот, а дальше вопрос сердца, Дух наш, Христос в нас, упование славы, вот, для меня, при части Евхаристии, это, хлебопреломление, это, вот, такое небесное вторжение, у меня вот такое, фатир такой, лепешка такая, просто хлеб, берем хлеб, ломаем его, преломляем, мы говорим, да, вот, и Иисус говорит, он хлеб, преломляем хлеб, и вот видимый образ вот этого таинства, а сама суть это слово, поселяющееся в человеке, и все глубже и глубже проникающий в человека, в наше естество. Ага. Даже в Догмах. Да. Вот, вот, прообраз, да, или там вот вот в традиционных церквях, да, что это реально... Присуществление. Присуществление, да. Это реально становится телом и кровью. Да. Но Догмах остаётся Догмой, да, пока, пока сознание, то есть, можно взять дому вот это тело и кровь, и это как бы, да, боготворить, поклоняться ему, а можно взять эту информацию и начать включить просто в молитву свой мозг и воспринимать это еще глубже, что в тебя входит тело. Ты соединяешься с его кровью реально. И вот для этого дома может быть. Единственной целью она служит на самом-то деле. Но можно ее точно также использовать превратно. То есть мне уже больше думать не надо, это реально, и я себе ем, но оставляю себя, выношу вне этой реальности. Ну как свечи. Раньше же молились, суть была в молитве, просто сжигали свечу, чтобы она горела, и люди молились в это время, это было мерило времени. Вот там полчаса молились за человека, ну вернее, зажигая свечу. Теперь ставят свечку, и оно что-то там молится. А внутренней работы не происходит. То есть форму взяли, а суть полностью убралась из этого всего. Вот точно так же, бери любую дому, о Христе, бери любые правила собора, или что-то еще, которые были сделаны и озвучены для твоего мозга, для твоего понимания. Из Библии восьми даже. Да, чтобы ты начал, вот читай просто. Ты можешь это воспринимать, вот так есть, и все, оставить свой мозг вне этого всего. А можешь реально позволить этой информации, да, таким червячком просто в сердце накраситься и там жить. Понять суть, и вот это тоже самое, можно просто съесть, а можно реализовать его суть. Да, реализовать его суть. Так и есть, братья, да. Спасибо, Боже, спасибо. Спасибо, Отец наш, Папа наш, обесных. Бог во Христе примирил с Собою мир, не вменяя людям преступления их, и дал нам слово примирения. Причастие – это слово примирения, это действие примирения. Бог примирился с нами своей кровушкой, телом ломимым своим. Великое таинство примирения. Спасибо. Нет вражды, нет бунта. Смирение пред Ним – это принятие Его прощения, принятие Его милости, Его благодати, Его духа, Его водительства. Братья, сестры, тоже налейте себе соку, там, возьмите хлеба. Нет сока, там, компот, что угодно. Воды даже просто, я иногда беру причастие, делаю как, просто даже воды наливаю, допустим, и беру хлеба. Самое-то главное, причастие совершается вот здесь и вот здесь. Вот, и в нашем естестве. То, что входит так чисто физически, физиологически, оно не может нас не осквернить, не может нас, не может нас не осветить, тем более. Но то, что с иного божественного измерения входит в нас сейчас, вот, как причастие, тело и крови, причащение, он в нас, а мы в нем. Он в нас, а мы в нем. Он погружается в нас, познает нас, мы познаем Его. Мы устремляемся к Нему, Он устремляется к нам. Вот это таинство. Великая тайна. Уму человеческому и ангельскому непостижимая тайна. Соприкосновение миров. Многомерного и нашего ограниченного человеческого земного бытия. Тоже благословенного, тоже великого, потому что Бог, то, что говорит, Он хорошо творит. Пусть даже испорченного, во многом, да, извращенного нынешнего мира, но лежащего возле даже все, казалось бы, ною, печать вечности, есть. И блеск Его славы, есть в этом мире. Звезды Его горят. Веры. Спасибо, Господь. Спасибо, Святой. Спасибо за чудо, спасение. Спасибо за все. За то, что Ты, возлюбленный, живешь в нас, а мы в Тебе. Мой возлюбленный стучица, Отвори, сестра моя, Время пения настало, Голубица чистая, Вот он идет, Господь грядет, Мой возлюбленный грядет. Вот он идет, Бог мой грядет, Мой возлюбленный грядет. Мой возлюбленный прекрасен, Краше тысячи других, Ведь его подобен кедру На подножьях золотых, Вот он идет, Господь грядет, Господь грядет, Мой возлюбленный грядет. Вот он идет, Бог мой грядет, Мой возлюбленный грядет. Гляди, Господи, Иисусе, И Ты сказал, Доколе Ты не вернешься, Нам совершать это таинство. За два тысячи лет, И мы так и не поняли, И даже на шаг не приблизились К пониманию этого таинства, Но мы просто принимаем с верой, Надеждой и любовью, И благодарим Тебя, Господь. Действительно, Вечность во временном, Твое Божественное в человечестве, Твой Дух Святой в нас, Христос, Живое Слово, Живое Твое Слово в нас, Жизнь Твоя в нас. Спасибо. Спасибо, Городица. Спасибо. 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 Это самое, прекрасное, самое, мудрое, красивое спасибо. 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 Благодатью мы спасены, и это не от нас, это Твой дар, Божественный дар. Спасибо, что два тысячи лет назад, тогда на кресте, совершилось чудо. В нашем временном мире, временном этом измерении, вечность постучалась. Спасибо, Господь. Агнец от века закланный, вечности закланный. Заклон был на этой земле. Боже, и Христос воистину воскрес для оправдания нашего. Спасибо, Господь, за жизнь. Спасибо, исцеление Твое, благословение Твое, небеса Твои. Спасибо. 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 Спасибо, Господь, и дал самые противоречивые таинства во Вселенной. Ничто так не мерзко человеку, естеству человечеству, как каннибализм. Есть плоть подобного себе и пить кровь подобного себе. И там, где каннибализм присутствует в современном мире, там всегда у обычного нормального человека отвращение, омерзение. Но Господь дал, казалось бы, в самом мерзком, отвратительном примере, но самый возвышенный и самый прекрасный одновременно. Таинство, лаинственный образ тела и крови своих. Мы с Ним одно тело, мы с Ним одна кровь. Плоть от плоти Его, кость от кости Его. В наших жилах Его кровь святая. Ты – это я. Я – это ты. И ничего, что... О, спасибо, 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 спасибо за долгов, за кровь, за воскресенье Твое, за погружение наше в Тебя и Твое погружение в нас. С сегодняшним днем это еще более очевидно. Это еще более очевидно. Я погружаюсь в Тебя, ныряю в Тебя глубже. Отец, спасибо. Ты ныряешь в меня, погружаешься в меня. Бездна в бездну призывает. Бездна в бездну. Спасибо тебе, Господь. Бездна погружается в бездну. Бездна погружается в бездну. Спасибо, спасибо, скотой, спасибо. Ангелы молчат. Просто в недоумении, в непонимании. Ангельский мир, ангельский мирам это тоже не понять. Как и нашему человеческому миру, тоже не понять. И ангельские умы просто немеют. И человеческие умы просто молчат и немеют. Потому что во всем творении, казалось бы, полная неразбериха. Но Твой божественный порядок. Спасибо, Господь. Спасибо. 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 Иисус говорил, когда уходил, возносился. Его слова последние записаны очень трогательно. Что кто верует в меня и погрузится в меня. Вот это баптизу совершит. Сегодня, кстати, брат Андрей из Минска, который приехал. Сегодня погрузим его в воду. Крестим сегодня его обряд крещения, таинства. Но опять-таки, сама суть даже не в водном крещении. Не то, как нас совершили. Погрузили нас, нам окропили. В каком возрасте это совершено. Самое главное, слова Иисуса. Суть в том, баптизу. В современном греческом языке баптизу означает именно окунание. В смысле погружение. В смысле окунание. Погружение как окунание. То есть временное пребывание. А баптизу в койе, в том наречии, на котором написан был Новый Завет. Во времена Нового Завета. И лет за 300 до того, и лет 300 после того, использовалось это слово баптизу. В смысле не окунание, а погружение. В смысле погружение и там оставание. Там пребывание. Непрестанное пребывание там. То есть баптизу, это не просто даже имеется ввиду обряд водного погружения. Вот как вот сегодня многие христиане мыслят. Это правильно, но это лишь отчасти. Это лишь полуправда. А полуправда бывает хуже, чем откровенная ложь, честно говоря. Полуправда даже убивает порой человека. А правда, она возвышает человека, она спасает. Познаем мы эту правду, Божью истину. И она спасает нас действительно. И вот, значит, и слова Иисуса. Да, кстати, вот баптизу использовалось для описания, вот я рассказывал об этом не раз уже, соленья огурцов. Соленья огурцов. И вот малосол греки не называли баптизу. То есть если лишь соль на шкурке, как бы, да, а сам он еще элементы свежести сохраняет. Они-то не называли баптизу. Баптизу, слово употребляли греки, эллины, и до Христа, и после Христа некоторое время. Лишь для описания тех огурцов, которые прошли полностью просолку и имеют соль в себе уже. И они от своих сородичей поглядки всем отличаются. И вкусом, и цветом, и запахом, все. Это полностью иная суть. Это другой огурец. Он полностью просолился этим рассолом. Там и чесночок, и перчик, и травка, и все. Все эти ароматы этого рассола и эти соли, они все внутри этого огурца уже. Они частью этого огурца стали. А он частью стал этого рассола. Вот это баптизу называется. Баптизу. Поэтому правильнее сказать, что здесь Иисус имел в виду не водное крещение, как обряд, традицию, таинство, которое якобы спасает. Есть даже в современном христианстве такая тоже вера есть. Ну и за два тысячелетия тоже много всего было, конечно, разной веры. И правильной, и неправильной, и всякой. И суеверий было полно. Но самое интересное, слова Иисуса сегодня, можно так их объяснить для современного слушателя, что кто уверует в Меня и погрузится в Меня, пропитаясь Мною, будет спасен. Баптизу совершит. Погрузится и будет пребывать во Мне непрестанно. Погружаться в Меня, пропитываясь Мною. А я пропитываюсь Ими. Как рассол. Он берет в себя тоже элементы огурца. Вот этого запаха, аромата. Поэтому рассол, он, когда приготовленный, еще только перед засолкой, это один вкус, согласитесь, да? Но когда прошла уже просолка огуречная вся эта масса, то рассол уже другой вкус имеет совершенно. Огуречная еще добавляется. Вот наше проникновение в Него, а Его проникновение в нас. Бог хочет проникнуть в нас, и чтобы мы проникли в Него. Чтобы мы, вот эти слова, они ледоди, ведоди ли. На иврите, да? Вот на стене плаща, как раз попросил Ильдару написать как раз эти слова. Вот они буквально. Доди, лед, ледоди, ведоди. Самое странное, это можно их перевести именно как я, ну, да, буквально перевод синодальный, я принадлежу моему возлюбленному, возлюбленному мне. А можно перевести ледоди, ледоди, как именно и интимная, даже близость мужчины и женщины, что я проникаю в нее, она проникает в меня. И мы вместе, мы вместе, как вот экстаз, это оргазм. Оргазм. То есть, когда и он, и она вместе, вот в таком полном удовлетворении, удовольствии. Вот эти слова, как ни странно, по отношению к Богу мы говорим, да, значит, но они на примере мужчины и женщины, близости, духа, души и тела. Вот, когда полное удовлетворение. И вот самое интересное, что получается, что мы погружаемся, как в человеке, в него, он погружается в нас. И мы, и он, и человек, и я, и как человек, и он, как Бог, мы вместе получаем несказанное удовольствие от нашего проникновения друг в друга. Он познает нас, получает от этого огромное удовольствие. Мы познаем его, получаем от этого огромное удовольствие. Потому что мы созданы, в отличие от ангельских миров, всех остальных, по образу подобия его. И в этом суть, собственно. И когда мудрецов спрашивали еврейских текстов с Писания на Дитином, который бы открыл бы все писания еврейские, Тору, пророков, то мудрецы и одной, и другой школы, и школа Гелелия, и школа Шамая пришли к одному мнению, а к одному мнению, что именно этот текст, он открывает, вот, ну, как бы, все еврейские писания. Все Слово Божие открывает. Все Тору, пророков, все поэтические писания. То есть, по сути, это самое главное. Вот, и сегодня, уже во времена Нового Завета, мы знаем, что самое величайшее таинство христианства, это даже не крещение, причастие или что-то еще. Христос в нас, упование славы. Это и есть самое величайшее таинство. Кватио читает, да, послание Капостола Павла. Спасибо тебе, Господь. Так что, товарищи огурцы, погружаемся в Господа, просаливаемся им, а Он нами. Мы обогащаемся им, Он обогащается нами. Он радуется нам, мы радуемся Ему. Спасибо. Спасибо, Господь. Спасибо. Спасибо. Спасибо, Господь. Слава Богу.